итак приветствую друзья на связи андрей жариков и сегодня у нас интервью с интересным собеседником это у нас владимир рахов прошу любить и жаловать можешь на народ поприветствовать всем привет друзья привет андрей отдельно цель сегодняшнего интервью просто пообщаться с володей узнать собственно как он докатился до такой жизни именно до сетевого маркетинга вот хотел узнать я так понимаю что ты сейчас в киеве а ты родился прямо в киеве то есть ты коренной ну как бы я коренной украинец но я родился и живу в днепре в киев иногда по случаю езжу а понятно понятно но расскажи про себя то есть и вообще твоя там деятельность занимала начиналась на кого учился кем работал и так далее в 21 год я устроился на скажу так постоянное место работы до этого были заработки такие временные я устроился в авиакомпанию у нас здесь в днепре устроился по блату попал в хороший отдел международный и смог там скажем так фактически не ожидая того реализовать свои свое образование потому что учился я на менеджмент внешне экономической деятельности то есть мне пригодились мои знания английского языка но правда когда туда попал оказалось что их совсем недостаточно и где-то полгода год я еще наверно набивал руку набивал раз старался разговориться потому что только тому чем учат школе не учат на практике не учат самой практики и многое конечно же получилось мне приобрести там я работал где-то четыре с половиной года это была моя единственная скажу так длительная работа по найму потом я ушел и последний год последний год еще пребывания там у меня начались мои первые попытки традиционного бизнеса я цветочную тему открывал потом рекламную тему открывал все пошло не так как мне бы того хотелось все пошло в минус хороший минус практически все что было вложено все там и осталось ну в принципе никого не винил потому что понимал что опыт потом уже понимал как надо было сделать по-другому и в общем то в тот же момент примерно уже где-то в конце момента в конце этого времени когда был трудоустроен я познакомился с первой сетевой для себя компании и как бы по-новому открыл для себя млм если до этого мне казалось что млм это где-то вот ходить с товаром и продавать бабушки с кошелками как обычно представлялась мне очень как бы так немножко извращенно искаженно потому что я наверное еще в школе видел девчонок которые поговали косметикой неинтересно например семинар и и вот там я понял там не увидел тех скажем так те заработки людей которые уже достигли определенных успехов потому что до этого примерами людей которых я знал это являлись директора пилоты в авиакомпании то есть там 10 тысяч больше тысяч долларов в месяц можно было заработать только на таких позициях я узнал курьерный путь к примеру того же директора я понимал что это слишком долго ну то есть слава как бы мог начертить но это очень было бы было близко учиться и работать мне было наверно неинтересно понимаю я просто несколько раз кабине летал да то есть у меня общение с пилотами я понимал что для моего склада характер это скучно то есть деньги они зарабатывают неплохие если обычные рейсы шесть семь тысяч долларов чартерные чартерные приватная бизнес-авиация 10-13 тысяч долларов для меня это было все равно не близко хоть и хорошие заработки потому что у меня богатых родителей какого-то наследства но попав на семинар я увидел там бриллиантов у которых заработки стартуют от 10 зависит от товара оборота стало очень интересно потому что стиль жизни путешествия я очень люблю порядок цифр мне тоже понравился я расскажу это какой год был это был наверное 2012 год я зарегистрировался там я сделал закупку хорошую стартовую начал работать ну ввиду специфики компании скажу у меня эта тема не пошла я представляю то есть ты знакомых вам вы приглашал да 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 млм 90-х годов но и но еще интересно у тебя ну наверное основная масса знакомых сказала бог как вы куда ты лезешь какой сетевой маркетинг но были знакомые кто присоединился практически нет то есть вежливо отвечали что спасибо мы уже пользуемся обратиться самый распространенный ответ такой вежливо отчевали ну и спустя наверное девять месяцев я просто взял у меня был источник дохода я одну машину продал и мне человек в рассрочку как бы это не было частью плана но оказалось что для меня это на какое-то время был как источник дохода выплачивал какие-то деньги я сказал так все я с головой доволок в течение девяти месяцев каждый день в центр города в кафе встречи знакомые и незнакомые люди ноль выхлопа жёсткая работа на холодном рынке на жесткая работа не знаю школу в принципе я сам себе это устроил достаточно неплохую я считаю по количеству отказов по общению с незнакомыми людьми и вот один из таких звонков мной совершенный по телефону там находясь в кафешке я попал на человека там была такая компания я вышел на человека и уже который человек на которого я выходил из этой компании ну как потом оказалось эти на самом деле цифры были придуманы они говорили что они зарабатывают по 100 по 200 баксов в день может быть они так формулировали но получалось в моем понимании что 3000 долларов месяца не зарабатывали я зачем-то этим занимаюсь не встретился мне не было тогда опыта что попросить открой покажи свой кабинет я поверил ему на славу приехал на машине выглядел достаточно успешным человеком это в принципе будет предприниматель несколько точек на базаре но в итоге я зарегистрировался тоже наверное там порядка девяти месяцев прошло были немножко больше успехи хотя бы потому что компания позволяет работать не просто на локальном рынке человека не путем пересылки документов а вот так вот реферальная ссылка у меня там были небольшие успехи но все-таки опять же было потрачено больше чем вложено больше чем была тача куча продуктов осталось потом при очередном переезде я просто в ящиках вынес а что кстати думаешь про их продукты потому что я много видел рекламы то есть работали эти присадки нет? ну я склонен считать что работали там потому что было достаточно много позитивных отзывов на тот момент у меня я как раз занимался машинами то было то не было помню что вроде какой-то результат я получил тогда у меня была там то ли таврия какая-то под задницей это вообще прям временный вариант я туда пытался заливать что-то не было у моего собственного результата но были опять же люди которые грели у меня все прекрасно работать и экономия и расход все как заявлено поэтому я склонен верить что она работала потому что там были там энергетики такие вещи которые как бы скорее ну я думаю не могут не работать а напомни чем FFI закончил что с компанией произошло в последнее время их не слышно они я так понимаю что они закрыли именно линейку топливную и они дружно командой по крайней мере там был во главе термиков одной метки еще там пара женщин параллельной метки они дружно перешли джан-эс а компания в принципе она тогда была миллионная там или десятки или сотни миллионов был оборот миллиарды в общем-то красавчики на азиатском рынке вот про FFI потом никакой информации уже не было ну видимо они перестали то есть это не было не была продукция которая имела собственное производство то есть это была как франшиза они перепродавали поставили на маркетинг это был основной момент но ты в джан-эс уже не пошел да не я в джан-эс не пошел опять же маркетинг план опять же продукция то есть специфика wellness то есть ну как бы я после после FFI я перешел ближе уже к инвестиционной теме был такой букс не букс то есть назывался Argent Global Network в четырнадцатом году там можно было бесплатный пакет иметь зарабатывать на рекламке с обещанием через месяц или два получить 30 долларов можно было уже вкладывать и якобы зарабатывать больше по итогу оказалось хайп с определенной легендой срочной выплатой и возможность узнать и бесплатно после этого у меня был разный опыт хайпы пирамиды прикрытые не прикрытые и была такая тенденция что чем дальше тем меньше хайпа работали то есть вот если раньше допустим девять месяцев вот вот с чем-то полтора года для хайпа это было нормально там можно было пройти несколько кругов заработать это была норма буквально как-то знаешь так побывающие да месяца меньше потом еще на три месяца это все надоело то есть я тогда услышал и принял да то есть сформулировал собственное понимание что наш капитал это не деньги а наши люди мы работаем с командами если люди с тобой зарабатывают значит они пойдут с тобой дальше то есть у них тебя расположены лояльны а если люди с тобой теряют то мне не раз было такое что моя команда вот так ты знаешь есть команда баса сканулся проект осталась маленькая часть у кого-то нет денег у кого-то закончилось доверие кому кто выбирает там эта часть команды в другой проект пошла выросла там скаманулась и вот эта часть которая была ушла осталась еще часть лояльных людей то есть это неприятно неприятно не морально как бы не материально по деньгам потому что каждый раз строишь новую команду вот и я потихонечку как бы стал вот смотреть и делать выбор в сторону тему с реальной деятельностью кооператив то есть закончил закончился он тоже если можно сказать скамом как бы скамом но там было было очень много подтверждения реальной деятельности похоже на ну на какой-то реальный бизнес открытое руководство офис то есть возможность пообщаться посмотреть уставные документы люди не какие-то там я не знаю панамцы или боливийцы а люди которые вот они с тобой говорят на твоем языке ну да это кооператив на украине был до оператив после этого видимо там что-то пошло не так потому что особо уже не следил за а там тоже был пассив там был пассив там был пассив уменьшался по мере развития самого кооператива где-то было в национальной валюте по-моему 10-12 процентов в месяц до 8 опустился в долларах там тоже были ставки довольно неплохие там 10 по-моему потом 8 потом 6 ну как бы все в этой жизни конечно этот кооператив тоже как бы ушел в небытие а это в каком году это был по-моему конец 14 может быть 15 или 15 год я помню я о нем узнал когда зарегистрировался это было лето то ли август то ли июль то ли сентябрь ну что такое было солнечное по ощущениям ассоциация вот и и и и и и и потом потом у меня тоже были какие-то хайпы я попытался быть блогером то есть блог сам сайт придумал там дизайн старался чтоб он был красивым блог именно текстовый ты ввел статьи писал да 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 ну как бы там даже нет не столько статьи там там были обзоры на разные проекты видео обзоры потому что там один из проектов я помню тогда закрылись у меня там застряла заработанных что-то там тысяч двадцать четыре по-моему мы выпустили другой проект как он назывался я уже не помню где-то наверное должно видео есть и столько просмотров было и я после этого скажем так понял что знаешь как люди очень падки на негатив обзоры могут сильно привлекать внимание ну там и в мою сторону был негатив и нейтрально было и потом после скама там этого проекта который я там обхаял было ой что же мы тебя не послушали но и вот как бы наверно на основании этого да этого опыта я сделал тогда блог интернет инвестора у меня был такой сайт где я вел сразу несколько проектов в которых я работаю и я делал обзоры параллельно на те проекты в которых я не участвовал и давал свою не рекомендацию достаточно было популярно кто-то тоже благодарил но потом мне как бы это стало немножко в тягость потому что и мои проекты тоже скамились и была такая знаешь мне казалось что если ты работаешь в одном оно со скамилось но все ты остался у разбитого корыта но в моей практике вот опыт показал что ты можешь у разбитого корыта остаться даже когда у тебя десяток проектов вопрос как бы если это хайп они могут вот плюс-минус в течение недели из десяти там шесть хайпов со скамилось осталось четыре которые в течение следующей недели тоже допустим три из них закончили свое существование и по моему это было где-то вот накануне накануне может быть там за полгода за год до того как я начал заниматься криптой точнее где-то в семнадцатом году я в августе я зашел в одну майнинговую криптовалютную тему все было очень понятно очень красиво очень реально выглядело почему бы этому не быть если это вот так вот разложим а как называлось-то помню она вам не да мы очень крепко взялись я люди ко мне подтянулись с новыми людьми познакомился лидерами интересные и в армению ездили у них там были мощности то есть в принципе подтверждение было достаточно много ну видно тоже в какой-то момент у них что-то пошло не так там потому что менялся менеджмент состав менеджмента ну и рынок крипты в восемнадцатом году на спад пошел вот именно весь семнадцатый год ну весь я имею ввиду с момента входа в крипту я зарабатывал причем зарабатывал хорошие деньги а в течение восемнадцатого года в конце восемнадцатого года я понимал что как бы да что-то на крипте мне совсем уже не нравится то есть я тогда для себя сформулировал такой момент зарабатывать на майнинге не интересно зарабатывать на трейдинге тоже не интересно потому что те небольшие проценты которые ты можешь заработать в месяц в один день ты их можешь потерять к примеру когда крипта просто ну там виток он волатильный 20 процентов вверх 20 процентов вниз это просто как с куста 5 процентов в месяц ну как бы никого не привлекает у меня в том числе у меня была такая казусная ситуация ну мне я понимаю что я как бы к этой ситуации в принципе отношения имею посредственное виной тому цена биткоина меня заходит человек по цене по моему 6400 и биток в этот момент падает до четырех с копейками надо было мне недельку две подождать я говорю слушай ты знал разве я знал разве никто не знал но получается он пошел на небольшие проценты в месяц и в итоге потерял половину депозита просто от того что переплатил за неприятно да жуть реально вот просто неприятно уже не надо тех там знаешь реферальных бонусов которые ты заработал от него входа в итоге мы в конце 18 года где-то в ноябре как-то вот знаешь наверное есть такое единое информационное поле или которые в одной теме они где-то наверное схожи думают я думаю не 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 надо 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 уже что-то стабильное стабильное в плане крипта слишком волатильная то есть меня интересовала тема форекс роботов я в семнадцатом году наблюдал за ними что они есть еще наверное в июле наблюдал и видел что там зарабатывают 10-15-20 до 30 процентов в месяц когда я был в крипте особенно это был наверное сентябрь октябрь мне была смешна тема форекс роботов потому что там те проценты которые они делают за месяц можно было просто купить биток делать там за день за полтора за два вот там было время рос по 10 процентов в день но когда крипта пошла вниз мне стало уже не так смешно потому что что 17 они работали что 18 когда крипта уже падала они работали но слава богу на сегодняшний день они работают и в принципе нет причин которые могли бы повлиять на то чтобы они перестали работать друг с другом поделились я говорю ребят давайте искать какой-то еще источник дохода связанный с роботами с форексом один из трех говорит а идеи уже есть мы тоже думаем в этом направлении и мы в итоге познакомились с ребятами разработчиками одного интересного робота которым сейчас занимаюсь называется да винчи это русские ребята из города кирова они своего робота запустили разработали в семнадцатом году на момент нашего с ними знакомства где-то уже полтора года прошло с того времени у них великолепные результаты да там была вот такая вот доходность было продано ими четыре тысячи штук просто вот так вот по франшизе начиная там от родных и близких друзей и знакомых то есть они его сначала сделали потестили потом стали предлагать ближний то есть еще до запуска млм они уже его продавали да 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 абсолютно верно этот факт нас очень заинтересовал потому что ну знаешь как это это привлекает внимание то есть когда бывают темы которые стартуют сразу с млм то есть продукт не продукт да то есть получается тест происходит на сетевиках да на сетевиках да и на их партнерах а здесь получается не на нас вышли люди и сказали а давайте мы запустим млм а мы вышли на них и сказали ребят мы знаем о вашем продукте начали копать нам все понравилось делайте платформу сделайте платформу да мы сможем масштабировать ваш бизнес нам очень нравится продукт это был один из моментов которые которых мне например не хватало раньше в теме форекс роботов потому что я знал что есть форекс роботы в принципе рабочие которые могут работать на длинной дистанции у меня не было никаких контактов разработчиков и так далее а тут мы познакомились с ребятами дали им идею они говорят окей не вопрос мы в принципе сами все пишем мы сами все сделаем сделали быстро запустили в смысле им дали идею запустить через сетевой да это был это как бы было наше ну по сути условия требования для сотрудничества ну да потому что если не будет млм то неинтересно да то есть по сути их обеспечивали обеспечены ресурсом людей нашим опытом в сетевом а они нас обеспечили продуктом то есть такая синергия да но я думаю что они не разочарованы сотрудничеством по результатам этого года вот у нас была встреча в турции июля а до этого была встреча у нас просто запланировано каждые три месяца ездим на саммиты ну наверно саммит правильнее сказать вот это прямо тоже наши условия теперь ребята каждые три месяца у нас должно быть выездное мероприятие это я так знаешь настаивал на основе опять же своего первого опыта мб то есть классика млм работает для поддержания командного боевого духа там обмена ценностями информации вот до кипри в апреле они планировали смотрели рост прогнозы когда мы встретились с турцией они сказали ребят мы развиваемся быстрее чем это было спрогнозировано поменяли сделанные корректировки вот у нас сейчас в середине октября будет мероприятие возможно в грузии очень хотим потому что многие партнеры высказались да нам нравится грузия посмотрим какие цифры они дадут сейчас я передавлю их расчеты график или в соответствии с этим не знаю посмотрим ну в целом мне кажется что они очень довольны потому что мы развиваемся динамично ты с нами я знаю да ты мы с тобой партнер уже девять сколько восемь месяцев у меня да винчи работает да стабильно не сливает это радует но вот смотри окей вот раз ты затронул тему криптовалют а ведь есть подобные вот есть коррекс робота есть криптовалютные роботы вот как вот это направление есть ли реальные вот стабильно вернее криптовалютные роботы которые также могут стабильно на крипте заработать или не придумали ну ты знаешь исходя из своего опыта своих наблюдений я заметил что когда крипта неустанно растет то есть инструменты которые позволяют ей зарабатывать которые позволяют зарабатывать на росте ну на крипте конкретно в период роста но когда кто падает а за ним падает и альты и вся остальная то нету таких инструментов то есть на крипте нету тех возможностей тех допустим там тоже плечо те же какие-то микро которые есть на форексе поскольку на крипте они не существуют то здесь это возможность заработка насильно урезана вот поэтому наверное только когда растет тогда делаем заработок если падает то мы теряем если во флете тоже мы ничего не зарабатывать поэтому вот это тоже одна из причин почему я плотно ввязался форекс и пока что с осторожностью дары на крипты это наверное своего рода дикий запад где еще ему надо устояться и как-то вырасти много много детских болезней окей смотри но вот я поскольку я с роботами начал по сути только в этом году работать скоро конечно у меня я говорил была возможность сравнить я понял что есть роботы которые сливают есть роботы которые торгуют стабильно вот на твой взгляд да винчи если посмотреть на рынок в целом он ну вот ты можешь сказать что он прямо лучший или один из лучших вот твое мнение на данный момент ты знаешь я наверное скажу что он лучше потому что было бы странно если бы я сказал что он не лучше есть лучше почему я взгляд он является лучшим по ряду параметров по ряду причин здесь есть возможность зарабатывать и на пассиве активно во многих роботах которые также есть этой возможности ну то есть давай говорить прямо использую инструмент иметь возможность его предлагать и чтобы не было выгодно есть мощный маркетинг мощная такая партнерская программа на продажу самих лицензий ну это не будет интересно инвестору конечно интересно конечному инвестору может быть возможность полной автоматизации то есть сравнение с другими существующими роботами мы не делаем абсолютно ничего то есть я говорю обычно так на 98 99 процентов данный робот он самодостаточный автономный что его не нужно никогда не выключать его не нужно как-то контролировать менять там знаешь переключатели параметры настройки все это делается если хотите зарабатывать больше у вас своя стратегия выбираете максимально если зарабатывать или готовы зарабатывать немножко меньше но вообще вот не хотите туда лазить то немножко просто меняйте в сторону консервативной стратегии он сам останавливается сам запускается вплоть до того что сейчас делается система когда даже обновлять робот физически не нужно то есть это выделенные серверы предоставляют разработчики и там ты открываешь только вписываешь стратегии поехали разработчики в конце избалуют пользователей роботов вообще ничего не надо будет делать ну ты знаешь как лень двигатель прогресса да 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 там и кто-то так ручку крутит в машине а кто-то вот так вот вверх-вниз то есть я считаю что продукт должен быть максимально адаптирован максимально прост и понятен да и наверное согласишься учитывая что все-таки большинство сетевиков это не трейдеры вот действительно чем проще тем лучше потому что мы понимаем что в сетевом важно дубликация чем сложнее тем хуже значит вот то есть вопрос простоты это то что будет интересно инвестору это то что будет интересно абсолютно каждому человеку потому что есть другие роботы где куча настроек где необходимость постоянно следить я тоже с людьми разговариваю я говорю ребят наш робот можно реально назвать роботом он автономный есть роботы которые ну я бы не назвал роботом сказал что это скорее помощники советники типа полуавтомата да 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 какие-то переключатели какие-то действия нужно будет делать здесь привлекает вот это вот простота и это простота она по сути распространяется я бы сказал на фактически на сто процентов населения там если этот человек уже там имеющие какое-то понимание хотя бы в технике если дружить с компьютером то пожалуйста ты можешь здесь участвовать все роботы могут такое предложить поэтому да винчи этим интересен плюс здесь открытые разработчики это понимание кто вообще эти люди хотя бы знаешь иногда бывает очень полезно глянуть на человека как у него ну как он выглядит потому что есть люди которые глядя на которого ты поймешь я бы не хотел иметь с ним дело есть возможность понимать кто этот человек или кто эти люди разработчика как они выглядят что они себя представляют ты говоришь уже было живое мероприятие на кипре то есть разработчики туда приезжали да у нас это это международные мероприятия то есть два международных мероприятия уже было был ряд региональных конференций на котором также приезжали разработчики тоже начались абсолютно в живую с людьми зала без проблем то есть минимум четыре мероприятия в год которые проводятся для большой нашей международной команды они уже подразумевают присутствие разработчиков они уже так знаешь они уже немножко выставляют свои требования на приезд говорят ребят давайте если 50 плюс людей мы приедем но они же начинают оценить свое время правильно потому что мы все уважительно относимся к их времени понимая что они занимаются и делают наш продукт постоянно лучше окей но вот давай немножко хотел бы сменить тему потому что нас это видео будут смотреть люди которые свои компании продвигаются своими продуктами и вот мы начали разговор как ты работал на холодном рынке там в днепре через это проходил и сам знаешь у многих сетевиков головная боль да где взять людей как продвигать свой бизнес и так далее вот глядя на то чем ты занимался на протяжении лет вот твои рекомендации новичка стоит ли вот как делал ты я тоже через это проходил идти на холодный рынок там знакомиться с людьми беседовать кафешка или все-таки ты рекомендуешь какими-то более современными методами ты знаешь я сейчас холодным рынком вот именно вышел на связь да и грузанул человека свои темы я таким не занимаюсь то есть я активно веду социальные сети facebook instagram то есть я фактически знаешь можно сказать блогер бизнес блогер я перемешиваю с личной жизнью чтобы это не было как бизнес-рутина какие-то графики доходность на сто процентов смешиваю с какими-то своими жизненными моментами радостями фотографиями ну короче показывает что ты живой человек а не робот да вича робот владимир раков то есть я трафик незнакомых мне людей социальных сетей это они как бы я выхожу на связь они выходят ко мне на связь холодный рынок становится теплым да теплее для меня они при первом знакомстве как бы еще холодная для них уже родной человек много то есть человек выходит на связь говорит я полгода за тобой наблюдаю вообще там круто мне все нравится хочу как ты расскажи научили запустим класс давай то есть это конечно если брать новичка это момент который будет занимать какую-то часть времени чтобы начать этим заниматься делать это стабильно возможно и получить начать получать первые результаты возможно может пройти там есть может быть не один месяц полгода но это достаточно интересно потому что уже в какой-то момент чувствуешь такую нашлом что-то я примеру там два-три дня поста никакого не делал непорядок это прикольно потому что мы живем вверх вверх информация чем-то делятся чем-то что-то рассказывают если вот данный момент знаешь я позиционирую свой бизнес и без зазрения совести ребят это самое прозрачное самое понятное для меня чем я когда-либо занимался по части млм по части инвестиций абсолютно не кривя душой говорю именно так причем согласись вот часто новички они озадачиваются окей надо делать видео о своих результатах но у меня нет результатов вот с роботом плюс ты как раз том что ты его включил он тебе уже на следующий день там или через два дня уже сделают результат там какую-то небольшой процент уже наторгует уже можно снять об этом видео или сделать скриншотик и выложить социальных сетях да да ты знаешь я еще когда вернемся данных года назад работал я тогда еще понял меня там научили я это принял и понял что это реально работает чем бы ты не занимался по части сетевого нечем делиться начни делить ну вот начни прям с ничего им привет ребят зарегистрировался в новую тему посмотрим как пойдешь начни вести свой живой журнал проходит прошла неделя ко мне присоединилась один два три пять человек ноль человек по пассиву заработал столько причем если компания соскалилась и потерял деньги об этом тоже надо записывать видео потому что люди будут видеть что и у тебя бывают провала до располагает выставляешь свои сильные стороны ты можешь выставить свою слабую сторону что ты тоже человек сделать какую-то заметку я был но в каком-то смысле не знаю даже как сказать впечатлен или даже шокирован один американский лидер которого молодой человек которого я уважал у него там куча подписчиков снял видео которым ну прямо чуть ли не со слезами на глазах рассказал что вот у него в детстве был такой травматический случай короче его там износил какой-то его родственник вот и он вот прямо прямом эфире это рассказала думаю да слушай но это как бы но с одной стороны он лидер да он мог бы ничего этого не рассказывать держать себе но вот когда он поделился и как бы это тоже располагает вот эта откровенность что видят что ты нам не пытаешься изображать из себя супер звезду какую-то безгрешную да что всякое в жизни бывает да абсолютно ну я эти моменты тоже замечал знаешь за сильными людьми в какой-то степени в какой-то сфере может быть что знаешь иной раз какой-то какая-то искренность откровения она вроде бы с их образом не сопоставимо ты слышишь это от них думаешь что если он может себе позволить такое пока еще даже не рядом да это может быть даже просто интересно покопаться в чьем-то личном это бывает я тебя просил вспомнить какой-то забавный случай за время твоей практике вспомнил что-нибудь ты знаешь может быть как раз из тех случаев на холодном рынке когда-то общался какие-нибудь я знаю бывают там смешные беседы я бы сказал знаешь может быть считайте деньги не отходят к железу пока горячо вот я расскажу что это произошел . три назад знакомый есть я в фейсбуке эту историю уже выложил вкратце без подробности переложить перескажу здесь не есть человек знакомый его зовут ваня ваня он когда-то я сотрудничал с трейдером познакомился с ним тоже на форексе парень торговал вручную у меня в принципе к нему было отношение с доверием то есть я его мошенником никогда не считал в общем-то ну скажем так его вероисповедание его каких-то духовных ценностей и этот ваня наш общий знакомый не помню как я с ним уже познакомился честно говоря вот я ему рассказал об этой системе об этой теме он сказал что хочет участвовать то есть тот трейдер сказал ну вот смотри там ты занимаешься да там с инвестиций интересно моя торговля я не могу там 7 или 10 процентов в месяц давал на форексе что в принципе сегодня мы с тобой понимаем абсолютно реально да вот давай предлагай людям там вот тебе там первая линия столько-то вторая линия столько-то там от прибыли людей я познакомил их вместе там ваня и максим этот ваня туда инвестировал 2000 долларов тогда он говорит ну я много не буду я вот сейчас 2000 начну вот у него было несколько выплат то есть может быть там долларов 300-400 и у этого максим происходит какой-то казус максим говорит меня кинул брокер то есть там была какая-то свеча которой не было на самом деле деньги заморозились никому ничего не могу вернуть я понимаю что если бы мог он бы вернул и в итоге получается мы с этим ваней потом общались мы там одну другое третье пятое там он меня там в квестру звал еще куда-то я ему говорил не ходи туда людей не забери то есть были моменты которые ну знаешь как два сетевика там два работающих вот в теме инвестиций где-то хайпа там где-то не хайпа вот где-то ко мне там заходил там в ту же умню у него нигде не было ну какой-то знаешь его выбор мне был не совсем по вкусу я с ним не согласен вот так пишет в телеграме я его несколько раз по поводу да винчи рекрутировал но я понимаю что если он может захочет работать будет продуктивно у парня деньги есть у парня есть знакомые которым это интересно вот тем более мне не стыдно его пригласить в эту тему в итоге пишет давай там встретимся я сначала не понял почему именно в том месте назначил в торговом центре там как раз там одна тема по ювелирке я говорю если вот эта тема мне не интересно но я там уже зареганный мнение я там просто у тебя что я знаю есть рабочий вариант вот давай встретимся в итоге встречаемся он приходит с двумя ребятами на инвесторов на каких-то сетевиков не похоже и ребята начинают мне вспоминать тему с этим максимум хорошо понятно тему помню я вообще тут при каких делах ну так ты поручался я не поручался то есть ваня есть расписка ваня достает расписки я владимир подтверждаю факт передачи денег . я тут вообще причем ну ты вот как-то там вот ваня говорит ну это как бы подразумевал ну что-то типа подразумевалась неинтересно может быть на лоха может быть у вани там ситуация жизненная такая денег нет он уже начинает что-то придумывать в общем нашу ребят вот в итоге ну мы разъехались как бы я на всякий случай поставил эту запись на этот разговор на запись в принципе материал есть а разница и басня такова есть такие вот сложные люди есть такие вани по определенным параметрам их можно наверное где-то вычленить если есть какие-то моменты душа не лежит не располагает я потом уже пообщался не говорят ну не совсем порядочный хороший парень простонародье мудакова проблема что это может выясниться только через там год через два да это же не сразу проявляется в принципе да в принципе да но тут наверное сибас не такова что я в принципе никогда никому не давал каких-то гарантий если зайдешь ко мне я тебе прогарантирую и у меня было пару раз но в итоге при скаме я отдавал гарантированные деньги и я понял что мне это вообще не заходит получается зарабатывать грубо говоря 10 раз меньше по партнерке реферальных чем я в итоге я понял что все пару по моему раз было один или два случая не заходит я это в принципе не делал никогда и наверное вот такой знаешь веселый случай который в общем то такое даже даже сейчас три дня прошло периодически об этом думаю то есть у меня немножко знаешь как бы новые впечатления мне дал жизнь то есть плюс один к опыту я люблю говорить плюс один к опыту заработал и делюсь поэтому бесплатным опытом ребята всегда любые инвестиции любого бизнес связан с определенными рисками если вы примеряете его на себя то знаете что в теории есть шанс может быть этот шанс вот такой против вот такого вот позитивного шанса что вы заработаете много шансов я вас надеюсь что вы заработаете но есть хотя бы один процент что вы не заработаете если вы готовы с этим мириться будете потом просто анализируйте если будете потом кого-то винить свои неудачи то не берите грех на душу винить кого-то в свои неудачи вы причина всему раз второе если вы примеряете на себя с точки зрения сетевика млм щека то есть человека который делится информации возможностями то опять же предупреждайте людей о том что здесь есть лист я вот андрей всегда когда твои видео смотрю мне очень импонирует то что ты вот об этом бац дисклеймер по поводу предупреждения молодец молодец то есть не надо за руки за ноги тянуть людей я уже до сих пор там ко мне вот тоже на днях знаешь обращалась женщина одна говорит а что с умней что с нашими депозитами я говорю ну как бы ничего простить забыть она так нет ну а кому кто вернет я говорю ну не знаю кто вернет ну что я могу сказать так вы же руководили этой конторой ты же президент я говорю я кто вам это сказал она называет имя человека женщины которая ей это сказала я говорю вы знаете если это действительно так она вам это сказала она вас обманула я такой же как и вы как и она то есть я партнер я не я партнер был он мне не был много в руководстве вот ну в общем друзья принимайте риски на себя будьте осознанными благоразумными надеяться на лучшее да и но при этом быть готовым потому что есть вероятность того что что нам верно такая вот верно от меня история хорошо спасибо история поучительная хорошо друзья спасибо волочь тебе за это интервью я думаю многим будет интересно посмотреть ну и скажем обзор твоей сетевой деятельности как пришел в этот бизнес вот и тот опыт который ты накопил всегда кстати вот я тоже для себя делаю выводы полезно узнавать о каких-то успехах да но не менее полезно узнавать о неудачах потому что сколько у нас поговорок есть там за одного битого двух не битых дают то есть вот эти поговорки они показывают что действительно то что не убивает делает нас сильнее и нам сетевикам как раз полезно вот обмениваться таким опытом который каждый из нас имеет вот на экране вы сейчас видите контактные данные владимира если вдруг у вас нему будут какие-то вопросы или захотите познакомиться лично то можете связаться по тем контактным данным на экране полот тебе большое спасибо за интервью всем пока спасибо большое что за эту возможность пообщаться за твои вопросы global star club возможности безграничны